Здравствуйте, дорогие студенты, дорогие слушатели! Сегодня я представляю вам лекцию, которая называется «Гликозиды». Эта лекция предназначена для студентов 2-го курса фармацевтического факультета по предмету фармакогнозий. Итак, прежде чем приступить непосредственно к лекции, я ознакомлю вас с её содержанием. Мы начнём лекцию с того, что дадим определение понятия гликозидов и поговорим о некоторых терминах, которые вы встретите в этом материале. Мы поговорим о физических свойствах гликозидов, рассмотрим несколько видов классификации этих соединений, поговорим о гликозидной связи, обсудим типы гидролиза гликозидов. Значит, дадим информацию о фармакологических свойствах этих соединений, обсудим роль гликозидов в организме растения и закончим, подытожим презентацию методами экстракции и идентификации гликозидов из лекарственного растительного сырья. Итак, что же такое гликозид? Слово гликозид произошло от двух греческих слов «гликис», означающего «сладкий» и «эйдос», означающего «вид». Совместно с термином «гликозид» вы можете также в некоторых источниках литературы повстречаться с термином «гетерозид». Эти термины представляют из себя синонимы, соответствующие страны, соответствующая литература могут использовать один или другой термин. Например, в турецких учебниках и литературе вы встречаетесь с термином «гетерозид», а в англоязычной литературе с термином «гликозид». Итак, гликозиды – это органические соединения в основном растительного происхождения, структура которой состоит из сахарной и несахарной частей, соединенных между собой посредством гликозидной связи. Сахарная часть, в свою очередь, носит название «гликон», а не «сахарная» – «агликон». Другим названием для несахарной части является «генин». Это название указывает на то, что именно генин или «агликон» является частью молекулы гликозида, ответственной за ее биологическую активность. Как же называют отдельные представители гликозидов? В основном эти названия происходят от названия растения, в котором в первый раз было описано данное соединение или выделено в первый раз из определенного растения. Например, если мы рассмотрим флавоноидный гликозид «рутин», то оно было выделено впервые из растения «рутодушистое», и название этого растения служит корнем для названия «рутина», а также используются два вида суффиксов. Суффикс «ин», который дает возможность образовать слово «рутин», и суффикс «озид», который обозначает сахарную часть. То есть «оз» – это латинское слово «сахар», и «озид» – это что-то сформированное при участии сахара. Рутозид и «рутин» – это два названия, которые параллельно используются для одного и того же гликозида «рутина». Итак, гликоны или сахарные составляющие гликозидов могут быть представлены моносахаридами или олигосахаридами. В молекуле сахара сахара могут достигать до 11 и более. Генины же представляют собой химически совершенно различные структуры – флавоноидные, атроцены, сердечные гликозиды и так далее. Каждую группу этих соединений мы будем проходить в отдельной лекции. Данная же лекция представляет собой обобщенный материал о гликозидах. Итак, гликозиды – это аморфные или кристаллические твердые вещества, нелетучие. Большинство из них бесцветные. Исключение составляют антрохиноновые гликозиды. Они обладают красной и оранжевой окраской. Плавоноидные гликозиды бывают чаще окрашены в желтый цвет. Гликозиды – это горькие большей части вещества, однако здесь тоже существуют исключения. Например, глицеризин из солодки голой обладает сладким вкусом, более сладким, чем сама сахароза. Его используют при приготовлении различных конфетных изделий. Однако же присутствие сильного привкуса, солодкового привкуса, не дало этому гликозиду широкого распространения. Стевиозид, в отличие от глицеризина, более широко распространен. Его получают из растений стевии. Стевиозид 300 раз слаще самого сахара и, в отличие от сахара, обладает меньшим гликемическим индексом. Его широко используют для приготовления различных изделий, таких как различных сладостей, шоколады и так далее. Гликозид используется для больных с сахарным диабетом, а также людей, боряющихся с лишним весом. Гликозид в большинстве своем растворима в воде и полярных растворителях, органических растворителях. После гидролиза, когда молекула гликозида расщепляется на сахарную и несахарную составляющие, сахарная часть растворима в воде, а несахарная часть в малополярных органических растворителях. Гликозиды в большинстве своем оптически активны и левовращающие, то есть вращают плоско споляризованного света в левую сторону. Я начну с этой классификации гликозидов. Гликозидов – это классификация по агликону. Она схожа в целом с классификацией углеводородов, которые вы ранее встречали. Она делит гликозидами на четыре большие группы. Это олифатические гликозиды, которые представлены раскрытой, не сомкнутой цепью, углеродной цепью, углеродным скелетом и присоединяющим к себе одну или более молекулы сахара. Примером таких соединений могут служить гликолепиды и жирные спирты. Гликолепиды входят, как известно, в состав клеточных мембран, особенно в нервных тканях. Алициклические гликозиды. Примером таких соединений служат кардианолиды, буфодианолиды, сапонины, иридоидные гликозиды и гликозилоалкалоиды. Эти вещества, структура здесь представлена циклической форме, однако она не ароматическая. И также агликон присоединяет, соответственно, к определенной сахарной части. Ароматические, это следующая группа, представлена фенологликозидами, кумаринами, антрацинами и флавоноидами. Салицин является представителем такой группы, фенологликозидом. И он содержит одно, а в случаях кумаринов, антрацинов и флавоноидов, более ароматических кольца, соединенные с сахаром посредством гликозидной связи. Гетероциклические соединения, в свою очередь, тоже имеют циклическую ароматическую форму, однако здесь атомы углерода могут быть замещены на другие гетероатомы. В данном случае речь идет об атоме азота, который входит в состав пуриновых и перемединовых оснований. Эти основания, в свою очередь, объединяясь с сахаром, образуют гликозиды, носящие название нуклеозидов. Нуклеозид, в свою очередь, является составной частью нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Более детальная классификация по природе агликона показана на этом слайде. На примере таких соединений, как кардиотонический гликозид уабаин или страфонтин К. Синим цветом указана агликоновая часть молекулы, а красным цветом указана сахарная часть молекулы. Сапонина представлена здесь на слайде глицеризином, агликон его представляет собой глицеритиновую кислоту. Это третерпеновый сапонин. А сахарная часть, это биозид, она представлена двумя молекулами глюкуроновой кислоты. Фенольные гликозиды представлены солицином и эскуазидом. Рассмотрим флавоноидный гликозид на примере рутина. Рутина это гликозид агликона квертитина и бисахарида рутинозы, который состоит из одной молекулы глюкозы и одной молекулы ромнозы. Также распространены антоциановые гликозиды и антрациновые гликозиды, примером которых служит барбалоин, гликозид алоэ-М1. Сахарная часть гликозидов служит меркой для их классификации. По числу моносахаридных остатков в углеводной части молекулы различают монозиды, как например солицин, биозиды, как глицеризиновая кислота, триозиды, как дигоксин, тетрозиды, как лонатозид А, у которого агликоновая часть представлена стероидным астероидом, а сахарная часть представлена четырьмя молекулами сахара, терминальным из которых является глюкоза. В целом в молекуле гликозиды могут находиться до 11 и даже более молекул различных моносахаридов. По природе сахарного остатка гликозиды можно подразделять на гексозы, такие как, то есть по содержанию гексоз гликозиды могут быть названы глюкозидами, если в их состав входит глюкоза, фруктозидами, если в их состав входит фруктоза и так далее. Метилпентозы, встречающиеся, самые распространенные это рамнозы, которые дают начало рамнозиду франгулину, например. Дезоксих сахара чаще всего встречается в молекулах сердечных гликозидов, дигитаксозы дают начало дигитаксиду дигоксину, а также в молекулах гликозид встречаются глюкуроновые кислоты, которые образуют соответствующими агликонами, соответствующие глюкуронозиды. Значит, в структуре гликозидов сахарная часть может быть представлена в конформации стула. Чаще всего эта конформация бывает, значит, демонстрируется в различных учебниках и научных статьях, но также, чтобы укоротить, значит, описание структуры, используются иногда первые три буквы от названия соответствующего сахара. Например, на примере квертитрина вы можете увидеть раскрытую форму справа с полной, значит, демонстрацией сахарной структуры, сахарного остатка, а также укороченную форму с левой стороны, когда сахарный остаток ромноза представлен тремя первыми буквами от названия сахара. Что такое гликозидная связь? Это тип ковалентной связи по типу углерод, X-углерод, который соединяет молекулу сахара с молекулой агликона. Образуется эта связь между полуацетальной группой сахара и гидроксильной группой органического соединения, например, спирта. На первой схеме видно, как образуется полуацеталь по реакции между альдегидами и спиртами. Соответствующий полуацетальный гидроксил обрадает большой реактивной способностью. Гидроксил полуацетали при взаимодействии с соответствующими агликонами, например, спиртом, как в данном случае, образуют гликозидную связь с образованием самого гликозида и выделением молекулы воды. Гликозидная связь тоже может быть разделена на несколько типов, а именно по конфигурации атомов молекул сахара, которые входят в эту связь, различают альфа- и бета-гликозидную связь. На верхней схеме слева мы можем увидеть два дисахарида, мальтозу и лактозу, и образующуюся между ними гликозидную связь. В случае мальтозы она состоит из двух молекул альфа-деглюкозы и связь между ними альфа-гликозидная. А в случае же лактозы мы имеем дело с бета-дегалактозой и бета-деглюкозой, и, соответственно, связь между двумя сахарами бета-гликозидная. Рассмотрим верхнюю схему с правой стороны. Здесь указаны две конформации глюкопиронозы, это альфа- и бета-конформации. Итак, вспомним, как мы отличаем одну конформацию от другой. Мы отличаем ее по расположению гидроксила у аномерного атома углерода. Аномерный атом углерода в данном случае выделен красной звездочкой, и гидроксил при нем в альфа-положении смотрит в противоположенном направлении по отношению к гидроксилу у пятого атома углерода, отмеченного синей звездочкой. Итак, если гидроксил у аномерного атома углерода смотрит в противоположное направление к гидроксилу у пятого атома углерода, то мы имеем дело с альфа-конфигурацией. В противном случае, когда оба гидроксила соседствующих углеродов, соседствующих внутрицикльному кислороду, смотрят в одном и том же направлении, направлены в одну и ту же сторону, то мы имеем дело с бета-конфигурацией. Итак, на нижней схеме мы рассмотрим эти конфигурации на примере гликозитов. Итак, глюкопироноза альфа- или бета-аномер при взаимодействии со спиртом может образовать два различных гликозита, а именно метилбета-гликозит и метилальфа-гликозит. Следующая классификация гликозитов – это классификация гликозитов по природе гликозитной связи. Что же имеется в виду под природой гликозитной связи? Как мы уже отметили, гликозитная связь – это связь типа углерод-Х углерод. Х в данном случае может быть кислородным атомом, атомом серы, азота или вообще не существовать. То есть, как видно на схеме, которая указана в левом верхнем углу слайда, атом молекула сахара присоединяется с молекулой агликона, которая указана буквой «Р» на данной картинке, через гликозитную связь, через кислородный мостик в первом случае, в таком случае мы будем иметь дело с огликозитами, через атом серы, в таком случае мы будем делать с S-гликозитами, или через атом азота, в таком случае мы будем делать с N-гликозитами. В случае, когда связь между молекулой сахара и молекулой агликона происходит непосредственно через два углерода, между двумя углеродными атомами, такая связь называется, такие гликозиды называются С-гликозидами. Примеры С-гликозидов показаны на этом слайде. Наиболее распространенным примером является скопарин, флавоноидный С-гликозид, а также алоин, это антраценовый С-гликозид из алоэ древовидного. Карминовая кислота, это распространенный пищевой краситель, получаемый из насекомых. А также кукумерины и сапонарин и С-гликозиловые ксантомы. С-гликозиды также называются глюкозинолатами. Мы коснемся их в отдельной лекции. Больше всего они распространены в растениях семейства крестоцветных. Наиболее распространенными представителями, используемыми в медицинских целях, также являются синегрин и синальбин. Н-гликозиды, как мы уже отметили, встречаются в составе нуклеиновых кислот. Они образуют нуклеозиды с перемединовыми и пуриновыми основаниями и соответствующими сахарами. И эти нуклеозиды, в свою очередь присоединяя фосфатные остатки, остатки фосфорной кислоты к сахарной части, образуют нуклеотиды, которые в свою очередь входят в состав нуклеиновых кислот. Давайте рассмотрим гидролиз гликозидов. Гидролиз – это процесс разделения гликозида на агликоновую и сахарную части. Он происходит под воздействием кислот, разведенных кислот. В таком случае он носит название кислотного гидролиза. Гидролиз, который происходит под воздействием щелочей, носит название щелочного. Гидролиз и, соответственно, ферментативный гидролиз происходит под воздействием ферментов на гликозиды. Под воздействием этих трех факторов гликозиды могут разделяться на агликон и гликон. Рассмотрим схему на примере солицина. Гликозидная связь разрывается между атомом, между молекулой сахара и агликона. Высвобождая свободную глюкозу и салициловый спирт. Кислотный гидролиз – это полный и не специфичный гидролиз. Он позволяет разъединить все составляющие части гликозида. Больше всего кислотному гидролизу подвергаются огликозиды. Все гликозиды этому гидролизу нормальных состояний, при нормальных условиях не подвергаются. Однако при воздействии окислителя, такого как хлорид железа, ци гликозиды тоже могут гидролизоваться под воздействием разведенных кислот. Кислотный гидролиз часто приводит к разрушению самого огликона, а также даже сахарного остатка с формированием фурфурала. Это схема кислотного гидролиза. Гликозид подвергается гидролизу при повышенной температуре и воздействии разведенной кислоты, соляной или серной. Разрушая гликозид, мы получаем огликон и гликон в смеси вместе с используемой кислотой. Далее проводится нейтрализация кислоты, славы щелочью до нейтральной реакции. И смесь в данном случае уже состоит из соли, воды, огликона и гликона. Фильтруя мы освобождаемся от соли. И значит гликоновая или сахарная часть растворяется в воде. А гликон же может выпасть в данном случае в осадок. Добавляя к этому раствору хлороформ или другой ополярный органический растворитель, мы добиваемся растворения в нем огликона. Чтобы отделить смесь воды и гликона от хлороформа и огликона, растворенного в нем, мы используем делительную воронку, которая позволяет разделить жидкости различной плотности, и соответственно воду и хлороформ, и растворенные в них огликон и гликон. Гликон, растворенный в воде, может и дает положительную реакцию на сахара, а именно реакцию с альфа-нафтолом на образование фиолетового кольца фурфурала, значит на стыке двух несмешивающихся жидкостей. Перейдем к щелочному гидролизу. Я хочу, чтобы мы его рассмотрели на примере сапонинового гликозита. В данном случае ацетальная связь разрушается быстрее, чем связи между молекулами сахаров. С сильными и средними щелочами гидролизуются эфиры и открывается лактоновое кольцо сердечных гликозитов. На данной схеме мы видим, что данный тритерпеновый сапонин содержит в своем составе 4 сахарных остатка. Три из них присоединены у третьего атома углерода, а один указан синим цветом у 28-го атома углерода. Под воздействием средних или сильных щелочей именно этот атом, эта молекула сахара у 28-го атома углерода отщепляется от общей молекулы гликозита. Ферментативный гидролиз, следующий вид гидролиза, при нем сахара поэтапно отщепляется от агликона и лиц полностью тоже могут отщепляться. Ферменты в данном случае специфичны для каждого гликозита. Итак, рассмотрим случай расщепления рутина под воздействием ферментов. Здесь возможны два варианта. В первом, рутин подвергается воздействию рамнозидазы и тогда от него отделяется входящий в его состав рамнозов. И мы получаем свободную рамнозу и гликозит изокверцитин. Под воздействием глюкозитаза на изокверцитин высвобождается свободная гликоза и свободный агликон кверцитин. Во втором же случае мы воздействуем на рутин рутинозидазы, который позволяет расщепить кверцитин от бисахарида рутиноза. Ферменты специфичны для определенных гликозитов. Например, эмульсин для бета-гликозитов, инвертазы для альфа-гликозитов, эмироцин для серосодержащих гликозитов. Фермент дрожжей расщепляет амигдалин до пруиазина и эмульсин разлагает его до бензальдегида. Давайте рассмотрим детально некоторые группы гликозитов. Начнем с флавоноидных гликозитов. В таких гликозитах сахарный остаток может быть моноди и трисахаридом. Представлен большей частью глюкозы, галактозы, алозы, глюкроновыми кислотами, арабинозы, арамнозы и так далее. Связь между агликоном и сахаром образуется через любой феномен гидроксила агликона. Как правило, гидроксильные группы в седьмом положении и в положении у флавонов и в третьем положении у флавонолов встречаются чаще. Рассмотрим на этой таблице на примере гликозитов кверцитина. Итак, кверцитин это флавоноловый агликон. Флавоноловый агликон носит в третьем положении у третьего углерода гидроксильную группу. И именно этот гидроксил присоединяет к себе соответствующие молекулы сахара с образованием гликозитов. Итак, на формуле кверцитина в верхнем правом углу гидроксил, извиняюсь, в третьем положении будет присоединять к себе какой-либо сахар. Это может быть галактоза, которая образует кверцитин-3-О-галактозит или другими словами гиперазит. Это может быть глюкуроновая кислота с образованием кверцитин-3-глюкуронита или другими словами миквелионина. В случае, когда присоединяется рамноза, мы получаем кверцитин-3-О-рамнозит или кверцитрин. В случае, когда присоединяется глюкоза, мы получаем изокверцитин. А в случае, когда в третьем положении через гликозитную связь к кверцитину присоединяется дисахарид-рутиноза, мы получаем известный нам гликозит-рутин. Эти молекулы совершенно разные по своей структуре. Все имеют в своем составе один и тот же агликон, кверцитин, однако имеют разную сахарную часть. Четыре из них представляют собой монозиты, тогда как рутин – это биозит кверцитина. Здесь мы рассмотрим эти молекулы на тонкослойной хроматографии. Тонкослойная хроматография, как вам известно, это метод идентификации качественного определения различных гликозитов и других соединений. Итак, на этой хроматограмме ясно видно справа желтое пятно, светящееся пятно, оно соответствует нашему изучаемому гликозиту, извиняюсь, агликону кверцитину. Как вы видите, пятно мигрировало достаточно высоко по сравнению с другими пятнами на хроматограмме. Это говорит о том, что молекула агликона сравнительно легкая и не содержит сахарного остатка, и поэтому аполярна. Поэтому по тонкослойной хроматографии она мигрирует вверх. Тогда как с левой стороны вы видите пять перечисленных гликозидов того же кверцитина, начиная от рутина до гиперазида, они мигрировали меньше, чем свободный кверцитин, так как они утяжелены и более полярны из-за содержания в составе их молекулы соответствующих сахаров. Наиболее полярен, как видите, рутин. Меньше всего на меньшую высоту он мигрировал. Здесь указаны коэффициенты удерживания РФ каждого из этих соединений. Коэффициент удерживания РФ рутина 0,31. То есть меньше, чем у других гликозидов. Это связано, объясняется тем, что рутин имеет две молекулы сахара в своем составе. Антрогликозид – это другая группа гликозидов. Она также может названа антрациновой гликозидой или антрохиноновой гликозидой. Мы рассмотрим ее также в отдельной лекции. Здесь же я хотела коснуть каких-то определенных важных моментов. Итак, антрациновые гликозиды могут быть угликозидами, как, например, франгулазид А, С-гликозидными, как алоин, а также О-гликозидами С-гликозидами, как, например, каскоразиды А и Б. То есть одна и та же молекула О-гликона может содержать в себе О-гликозид и С-гликозид. То есть присоединять на молекулу одного сахара через кислородный мостик, а другого непосредственно к углероду А-гликона. Антрогликозиды, восстановленные их формы, существуют в форме гликозидов. Наиболее распространенные сахара здесь глюкоза, рамноза, реже апиоза. Гликозидная связь образуется через фенольный гликозид у восьмого или шестого атома углерода. К агликону могут быть присоединены два и более сахарных остатка. Встречаются С-гликозиды и О-гликозиды. С-гликозиды могут быть также О-гликозидами, одновременно как в случае А-лионазида. Здесь я хотела бы немножко коснуться момента разницы между свежим и сухим сырьем. В свежем сырье находятся первичные гликозиды, богатые сахарами, не подвергнущиеся влиянию ферментов, находящихся в самом растении. В сухом же сырье эти первичные гликозиды частично разрушаются во вторичные под действием ферментативного гидролиза, теряя один или более сахар. В свежем сырье антрацин находится в виде мономеров антронов. В ходе сушки окисление приводит к антрохиноновым гликозидам и демеризации гликозидов с образованием диантроновых гликозидов. Примером здесь служат растения сена, листья которой при сушке даже при температуре 40 градусов демеризуются. Гликозиды сены демеризуются. Следующая группа гликозидов – это сердечные гликозиды. Давайте рассмотрим их на примере астрофантидина К. А гликоном данная молекула служит астрофантин. Астрофантидин К – это триазид, состоящий из астрофантина и трех молекул сахара. Первым сахаром является дезоксисахар, объединенный кислородом цимороза. Последующий сахар – это глюкоза. Второй сахар – это бета-деглюкоза. А третий сахар – это альфа-деглюкоза. Как мы уже упоминали, альфа-конфигурация сахаров – это редкий случай в растительных гликозитах. Однако в страфатидине К они встречаются. Итак, сердечные гликозиды представляют сахарную часть, которая присоединяется к ним у третьего атома углерода. Как вы можете увидеть на примере страфантина Г и ланатазида А. Молекула может состоять из одного углевода, как в случае страфантина Г. То есть это может быть монозидом или чаще из олигосахарида, терминальным сахаром которого является в большинстве случаев глюкоза. Различают первичные гликозиды в свежем сырье, как я уже упоминала, и вторичные гликозиды в сухом сырье. Итак, примеры первичных и вторичных гликозидов. Если в растении в свежем сырье без воздействия на него ферментов содержится первичный гликозид и ланатазид, то под воздействием ферментативного гидролиза этот гликозид может, теряя одну молекулу гликозы, переходить во вторичный гликозид дигитоксин, который содержится в составе агликон дигитоксигенин. Ланатазид В переходит в гитоксин под воздействием гидролиза, и его агликоном является гидроксигенин. Ланатазид С переходит в дигоксин, агликоном является дигоксигенин. Ланатазид Е дает гиталоксин и гиталоксигенин в качестве агликона. Следующая группа гликозидов, которую я хотела бы рассмотреть на этом занятии, это сапониновые гликозиды. Различают тритерпеновые и стероидные сапониновые гликозиды. Эти молекулы содержат большое количество сахаров. Количество сахаров могут достигать до 11, а иногда и более. И, как понятно, все эти сахара с трудом бы соединились к одному и тому же атому углерода. Поэтому в случае сапониновых гликозидов различают монодисмозиды и бидисмозиды. Это тоже небольшая классификация, которая позволяет отличить, например, молекулу глицеризиновой кислоты, которая является монодисмозидом. То есть две молекулы гликуроновой кислоты, которые представлены в сахарной части этого гликозида, обе присоединены к одному, образует цепь, присоединенную к одному атому углерода. В таком случае мы имеем дело с монодисмозидами. Так как в случае второго примера мы имеем дело с бидисмозидом. Здесь длинные сахарные цепи, одна из которых присоединена к третьему атому углерода, следующая же присоединена к 28 атому углерода. То есть эта молекула является бидисмозидом. По фармакологическому действию природные растительные гликозиды подразделяют также на группы, такие как кардиотонические или сердечные гликозиды. Примером их служит гликозид дикоксигенин. Венотонические различные флавоноидные гликозиды. Примером может служить известный нам уже рутин. Противоязвенные такими гликозидами в основном являются тритерпеновые гликозиды. Значит также глицеризиновая кислота, которую мы рассматривали. Антимикробными гликозидами являются фенольные гликозиды в основном, такие как арбутин и солицин. Антиревматические соликозиды, обезболивающие и жаропонижающие гликозиды, тоже производные солицином. Также существует слабительная группа гликозидов. Сюда относятся различные антрациновые гликозиды из растений, сена, крушена и жостер и другие. Локально раздражающие гликозиды, это в основном серосодержащие гликозиды. Они входят в серосодержащие гликозиды горчицы, входит в состав горчичников, например. Вяжущие гликозиды из танинов используются при различных заболеваниях кожных и так далее. Из заболеваний слизистых. А также диуретические гликозиды. Это могут быть арбутин из УВУРСИ, сапониновые диуретические гликозиды, а также флавоноидные диуретические гликозиды. Арбутин из талакнянки, извиняюсь. Итак, продолжая фармакологические свойства, надо отметить, что гликозиды могут также оказывать токсичное действие на человека. Как сердечные, так и цианогенные гликозиды служат тому примером. Как, например, гликозид амигдалин. Значит, при ферментативном гидролизе может высвобождать синельную кислоту, которая, как известно, является ядом. Активность гликозида в основном бывает обусловлена его генином или агликоном. Сахарная же часть модулирует это свойство и влияет на абсорбцию гликозида в тканях. Чаще всего гликозид используют в терапевтических целях или же также в производственных целях для получения соответствующих агликонов. Гликозиды распространены в большом количестве растений. Наиболее широко они распространены в семействах арониевых, лилейных, норичниковых, бобовых, кутровых, астровых, гречишных, разоцветных, крушинных и т.д. Они находятся в растении в растворенном клеточном соке виде и могут встречаться в любой части растения, как в органах растений, как в коре, так и в плодах, корнях, крупных, цветках и т.д. В одном и том же растении гликозиды могут встречаться в различных органах. Например, в ландыше они встречаются в листьях, цветках и траве. Какую же роль выполняют гликозиды для самого растения? Они участвуют в нейтрализации токсичных веществ до нетоксичных. То есть переводят нерастворимые в воде вещества в растворимую при добавлении к ним молекул сахара. Они также являются источником энергии в виде запаса сахара. Они могут запасать вредные вещества, такие как фенол. Могут участвовать в регуляции роста растения, а также оказывают антибактериальное действие для защиты растений от бактерий и заболеваний. Как же мы производим экстракцию гликозидов из лекарственного растительного сырья? Прежде всего, естественно, сырье измельчается. Далее, как мы уже коснулись этой темы, многие растения, содержащие гликозиды, содержат также ферменты, которые могут гидролизовать данные гликозиды. Поэтому необходим этап, иногда в отдельных случаях, необходим этап дезактивации ферментов, содержащихся в растении. Далее, измельченное сырье экстрагируется каким-либо растворителем. Как мы говорили, гликозиды растворимы в воде и в спиртах, или в смеси воды и спирта. Итак, при экстрагировании этим экстрагентом мы получаем первичный экстракт, который отфильтровывается. Далее, он может быть проэкстрагирован вторично, таким экстрагентом, как бутанол, чтобы избавиться от излишних сопутствующих сахаров или воскообразных веществ, находящихся в экстракте. Далее, органическая фаза отделяется и концентрируется, и получается таким образом сумма гликозидов. Это полученная сумма гликозидов потом подвергается различным реакциям для идентификации гликозидов. Каждая группа гликозидов имеет характерную реакцию, которую мы будем в отдельности проходить достаточно углубленно в последующих лекциях. Здесь же я захотела показать вам это в виде таблицы. Итак, здесь указаны слева в левом столбике различные группы гликозидов, серосодержащие, сердечные, цианогенные, сапониновые, флавоноидные, антрациновые. В средней графе указано название реакции. Далее, ее процедура самой реакции описана и результат. Вы можете пользоваться этой таблицей для определения группы какого-либо гликозида в изучаемом вами растении. Итак, я здесь хотела бы подытожить нашу лекцию по гликозидам с надеждой на то, что мы вернемся детально к каждой группе соединений в последующих лекциях. Благодарю вас за внимание и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok